так здравствуйте мои новые друзья от таких новых друзей у меня получилось знакомство где-то наверно тысячи две вот и я сам не ожидал что пойдут письма посыпятся вопросы если доуменные вопросы это называется не может быть такого сада в сибири вот а у большинства из вас климат даже чуть теплее но это не гарантирует от природных катаклизмов и иметь такие сорта для которых эти катаклизмы не так уж опасны как принято считать это еще не все знают мое счастливое знакомство оказалось с галиной литвиновой хозяйкой телеканала галкин сад вот именно вот эти вот две тысячи просмотров это есть кажется две тысячи есть мои новые друзья вот надо знакомиться ближе почему дело в том что галина начнем с того что может быть мне придется снять несколько фильмов но хотя бы первое галина обещала показать вам вот для более близкого знакомства почему объясню речь шла о косточках так и надо исправить некоторых недоумение а с косточки что вырастет ведь были отклики же знаете какие из косточек вырастет дички вот будем исправлять это недоразумение у меня сотни уже со всей стороны фотографии фотографии это мои мои клоны мои сортообразцы вращены из косточек и они не собираются дичать только слегка поменьше тем более что труда не так много для тех кто не хочет и не умеет и не собирается привать для начала я покажу откуда разгорелся сыр бора потом самое главное будет сейчас поймете итак я сейчас по перехожу да кстати сразу вот это вот рисунок да это персики не укрываем моем саду а вот это вот это гарантия того что сад реальный и существует 37 лет и мифом он не стал вот теперь переходим мы на канал галкин сад ну кстати это чисто случайно вот это идет фильм который мне не имея никакого отношения имеют отношения вот справа видите абрикос весом 120 грамм вот он написано редкие деревья подарок от железа этот фильм вот он надеюсь видно мою мышку этот фильм сняла сама галина литвиного хозяйка канала галкин сад вот а мне просто ну это совпадение горбузов геннадий алексеевич или горбузов биолог фитотерапевт вот мы много интересного может я не открывал его никогда это совпадение что ища свой фильм обо мне о моих костиках я наткнулся но наша задача да вот он биолог фитотерапевт а мы тоже как бы геологи почему потому что впервые удастся ознакомившись со мной вам удастся вырастить без всякой химии эти самые по моей технологии даже нормальный сорт по моим арконом нормальный хотя он единственный на всей планете мировая сорта мировые стандарты предельный вес предельный вкус красота необыкновенной и при этом еще и без идти капли отравы вот еще без всякого труда без перекопки без это самое без полива без удобрений без уже столько лет научить их хитростям когда косишь вставляешь траву это я ой я потом потом все это подробно значит нельзя отвлекаться нужно специальной фотографии они готовы вот моя задача сейчас такая поймете вот я сейчас сюда нажимаю то есть мы можем не хуже а лучше сохранить здоровье прибавить здоровье не будучи биологи а садоводами вот это я подчеркиваю я нажал сюда так ну вначале как всегда идет реклама вот никто себе вспомню то а теперь смотрите а теперь идет 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 фильм так ну 1600 просмотр уже неплохо теперь так тут два фильма один мой ну не рядышком но потом их найдете один мой а второй когда галкина когда галина получила мой мои косточки она сила фильм про эти косточки так вот значит чего не хватает в этом фильме продолжение почему она рассказывала как надо сарифицировать но сарификация естественно есть искусственно вот и они тоже ранее позднее вот в тепле на морозе на подоконнике все это надо разбирать поехали поняли да то есть мы продолжаем эту тему от любезной галины литвиновой так поехали но сейчас мы с вами возвращаемся ко мне вот сюда вот вот и так это будет хотя называется фильм абрикосы железова но здесь ради полноты картины а где-то покажу фотографию и прокомментировать вишен или слив или яблонь груш это не страшно но принципе дело в том что абрикосы вырастить труднее чем даже персики доказалось бы наоборот что персики это субтропики персики это что-то невиданное вот вот это вот да это что-то невиданное и тем не менее друзья это самое в неукрыженные персики вырастить легче почему именно потому что их можно укрыть на половину на четверть отсидятся под снегом отсидятся под искусственным укрытием вот это отдельная тема технология абрикосы не укроешься при значит надо их они любят расти до высоты трехэтажного дома и попробуй их останови замучайся вот сумасшедший урожай ветки ломаются вот ну не всех конечно это еще надо умудриться не купить на рынке на обочине дороги вот итак мы с вами сейчас на технологии мы начинаем от самого сбора косточек и заканчиваем сбором косточек но год спустя понимаете о чем речь идет полный цикл это важнейшие технологии милая моя подруга галина я буду делать в один фильм не уложусь потому что пусть это пространная речь но тогда получится не спеша и обстоятельно может быть несколько фильмов я надеюсь хотя бы первый покажешь итак поехали вот это первый снимок это у меня таких тоже хватает ко мне приезжала телевидение с кемерово вот как это с москвы телеканал культуры красноярска шушинска там тоже есть поверите значит абакана саяногорска еще откуда-то достаточно того что телеканал культуры умудрился узнать обо мне и прислать все мощную группу и так это гарантия того что все что я скажу правда что это настоящий самый настоящий сад сибири вот когда я начинаю рассказывать сейчас не не тот день когда мне нельзя отвлекаться от этих самых от косточек а то бы я рассказал о на втором плане справа колновидная яблони высотой 6 метров ого этого не может быть всем мировые рекорды по колоннам тоже здесь сибири по моростойкости по высоте кроны по урожайности все тут ладно поехали жаль не могу отвлекаться речь идет сегодня только о семенах вот почему я показываю эту фотографию это мой внук тимоша он позирует вот это яблоко весом 400 грамм но у меня самые крупные были до пятьдесят пятидесяти грамм вот это самая мифы что из это яблоко если семечки взять получатся дички мы это будем и опровергать доказывать идем дальше вот ну то что вы сейчас видите это сибирки вот чем они отличаются от сибирок лесных они чуть-чуть слегка оккультурен они растут на границе тайга деревня красный хутор моя любимая деревня и слегка оккультурен отдельная тема как они умудрились оккультуриться слегка но теперь у них абсолютно абсолютно е как это назвать абсолютная биологическая совместимость самыми роскошными яблоками иначе бы такие не росли вот если бы вы видели мои урожаи я имею ввиду целиком у меня есть фото галерея да я вам скажу как на нее попасть а дальше вы сами вот большинство из вас все-таки не то что да абсолютно меня не знает вот кстати это кусочек того фильма но мы сейчас его выключим нечего отвлекаться кстати вот питья в середине еще одна съемочная группа с красноярска но это потом ладно я убрал это так почему сейчас я вас мельком мельком нам надо про технологию вот он смотрите если набрать три слова по-русски так это называется будет по-русски в яндексе например в яндексе вот яндекс да три слова сайт будем быстрее сайт сюда вот до железа и тогда верхняя строчка официальный сайт вы попадаете вот сюда так здесь фотогалерея вы берете бегом на кухню в аптечку находите валидол под язык и тогда вы показываетесь вот здесь вот без валидола лучше не смотреть потому что это не видимо в ваших садах большинстве садов если для вас и удачно на большинстве садов то что есть это невидимая миру слезы невидимая тысячам мошенников понимаете вот а настоящий сад он должен быть такой еще в сибири но это всего за несколько лет посмотрели вот это отдельно потом посмотрите а сейчас возвращаемся мы там где были и так вот сибирки хоть я говорил про абрикосы но главное хоть с абрикосами работа хоть с грушами хоть чем угодно главное биологически совместимость вот эти вот когда самосема вырастает на границе моей с тайгой рядом тогда вроде бы дикая сибирка она уже не совсем дикая вот здесь абсолютную совместимость вот значит эти семена я тоже продаю извините за невольную рекламу вот для самых любознательных вот эта книга книг таких мало они быстро вымрут вы знаете что такое хоть и говорят рукописи не горят вот это скоро будет раритетом на тех сотнях нескольких что я продал осталось немного мой автограф вот когда-то я надеюсь и надеюсь а так оно будет через пятьдесят сто лет они будут продаваться на аукционах эти книги но уже изъедены мышами такая судьба случилась с мичуринскими книгами но мои интересы знаете чем язык более понятны для вас вот это разное это мичурин и тяжелый язык я во многих случаях даже выступал переводчиком пойдем дальше и вот здесь вот такая фраза да однажды винокур помню играя как кого-то из нас с вами не богатого провел такой четверостиши или восьмистиши вот говорят не имеет 100 рублей а говорят что имеет 100 рублей нет 100 друзей да не имеет 100 рублей а имей 100 друзей а мне нужен один дружище который подарит мне тысячу так вот эта книга а еще есть еще одна называется записки зачарованного сибирского сада вот они а у меня этой книги должны обойти весь всю планету и оказаться количестве несколько сотен тысяч экземпляров это как минимум лучше бы миллион во всех библиотеках во всех школах изучаться хотя на уроках биологии вместо абсолютно непонятной дебильной программы биологии в шестом седьмом восьмом девятом десятом в детском классе еще и в университетах где тем более все непонятно вот поэтому я написал а вдруг вас аудитория у галкиным сада шире чем моя у меня там четыреста сорок тысяч подписчиков у меня девять вот и вся разница вот среди моих олигархов нет и издать книгу таким тиражом и подарить потому что продать не удастся это было бы огромный шаг вперед но мечтать не вредно что мне нужен один дружище который подарит мне или так я ничего не говорил вот это вот я взял первый какой-то год скопировал кажется шестнадцатый он ничем не лучше не хуже других вы видели фото галерея да я просто я не могу все потому что это займет огромных ресторан а иногда хочется такой остановиться такойся прокомментировать понимаете вот так хочется прокомментировать кто скажет что это академик и увеличен два раза а как увеличить это мой отдельный вопрос вопрос для вас особенно новичков другом сохранятся эти качества или нет а у меня целая папка может я не успею именно первой серии рассказать но целая папка с других садов вот там даты там эти адреса явки пароли то есть шутя говорю там есть все для того чтобы вы поверили что дички из этого не вырастут никогда это все один год это разные деревья поверьте мне конечно не каждый год в альдеке чудеса но большинство годов да это был амур это серафим это снова серафим ой как сосиска кай бай знаете бай в этом не могу отвлекаться двадцать первый год получая из калининграда письмо от моей из учениц а у это еще мелочь самый крупный бог 90 грамм у него 130 я говорю людмила милая возьми меня ученики меня железо потому что это же мои с моего же человека получить плоды весом 130 грамм а рекорд 133 но это уже вообще никакие ворота возит домой черенок да ну как она меня обошла вот я вам жалуюсь друзья особенно мои новые друзья да ветка рухнула здорово да я я сам не верю мне сейчас возьмите ущипните за бачок я проснусь и окажется что у меня садора нетки растут по-другому не скажешь еще раз это только один из годов о господи все выключайте компьютер это все сказки не может этого быть сказки я пошутил переделаны ой сколько интересно у меня у каждой фотографии у каждого сорта сорта образца есть своя история когда-нибудь она войдет книгу под названием история сибирского садоводства вот линейка запоминайте на сотнях хоть тут остановлюсь на сотнях сайтов я их называю мошенническими потому что сколько я кроме трех четырех все что они демонстрируют фотографии это они из интернета и так как они там ни где не написано что это же именно железовские фотографии множество моих фотографий попало на их сайты то есть они делали они люди смотрят на это чудо и думают что им такой чернок продадут во это извините не вам а им вот а у линейка это моя фирменная она выдает добрые сотни сайтов да это моя ладонь смотрите мне вроде бы длинная жизнь обещана а нет это левая ладонь надо будет глянуть сколько мне осталось успею я все вам рассказать и научить вот это украдена фотография знаете как они делать нет знаете как из нее сделать сейчас маленькая хитрость они делают вот так вот но это учеба друзья жаль я не успеваю даже в два три наверное рассказать вот осталось обрубить концы и перед вами что правильно перед вами колновидный абрикос так запоминайте колновидных абрикосов колновидный груш слив персиков вишен вот нет ни одного на всей планете все только слова колновидно видели сайт мошеннический выключайте если мы продолжим эту тему именно для галкиного сада для вас друзья ну тогда надо несколько фильмов я вам столько всего расскажу вы знаете я провожу вебинары провожу вебинары и что вы можете увидеть их 100 100 их уже 149 150 будет понедельник сегодня у нас 24 он будет 27 вряд ли вы увидите жильем потому что пока это пока это этот фильм выйдет на страницах галкиного сада но впереди после этих 150 семинаров будет 51 152 153 вы много интересного знаете если присоединитесь в моей гостевой книге там на сайте каждый месяц каждую неделю объявлений вот то чего не может быть никогда так на девушку не глядеть вот это только один год вот такие вот одна на всю планету потому что она не отличается полностью от дерева с которого были взяты веточки вот пример и тот амор и тот амор улучшил я его как вы думаете вот непривитая ничего приличные плоды вот черный абрикос ничего что потерял черную окраску у него в подвой оранжевый манджелис вот но он от этого менее вкуса не стал слюнки текут друзья вот он так время то идет вы знаете сейчас вот эта запись она остановится через 8 минут значит что будет и вторая серия а потом и третья ой красота какая когда же вы кончитесь вот эта фотография она довольно скромная но говорит о раннем плодношении это на третий год а может и на втором я уже не помню вот вот так вот меняется окраска сильно отличается чего вдруг покраснел непонятно так ну теперь так и сразу а я не хочу выращивать косточки а я не хочу прививать что вы можете еще предложить что только облизнулся и все выпить валидол и идти это самое спать нет друзья вот это уникальный садовод это второй я это мой сын Сергей Валерий Джелезов вот это лучшие черенки которые я рассылаю лучшие косточки я рассылаю а лучшие саженцы есть немножко не привитых там особый разговор а есть в основном привитые вот в этих коробках это великолепно если я вам покажу а может я покажу где-нибудь третьей пятой серии вот тот ужас то что рассылает когда вы увидите сравните кто из вас еще не знает что вам уготовлено вы придете в ужас потому что даже вы новички будете шокированы какая дрянь я тут где-то одну случайно наткнулся готовить а так у меня их много вот ну дальше идет такая тема вот заготовка косточек вы видите войлочную вишню вот вы видите схожесть ее вы видите раннее подношение согласны? ну здесь получается так густота немеренная зашли практически все вот а я вас научу как статистировать как что делать вот ребятам извините каждый день дед дай денег дед дай денег я говорю вот берите и собирайте вот это уже шесть шестилетние ребята пускай зарабатывают где-нибудь в какой-нибудь продвинутой европейской стране где выращивают бездельников вот меня бы уже лишили детей бы уже в детский дом бы забрали только за эту фотографию вот а мы растим здоровых детей так пойдем дальше поняли да схожесть дикая только из-за страшной густоты они им третий год они еще такие а на самом-то деле они будут быстро вот такие когда им будет простор вот сень чернобаева значит чернобаева вот таких вот я вам показывал фотографию с моим внуком с яблоком весом где-то 400 грамм так вот примерно такие потом растает пусть два раза меньше даже в три но и галек вкусно это как правило у меня есть много фотографий но это совсем другая тема о чем о том что да из роскошных получается скромные но они уже не замерзающие никогда они растут по обочинам дорог кто-то выбросил огрызок из есть такие фотографии из окон поезда вот птицы занесли куда-то и вдруг ой вкусные пусть не самые роскошные ой вкусные вот о чем речь идет а вот и у меня есть я потом познакомил вас с каталогом наверное уже во второй серии так а если будете смотреть если будет на то желание Галины можете даже попросить ее напомнить вот я вас беру в сообщники хозяйки этого Галкина сада и вот у меня есть такой каталог называется ассортив скобка смесь культурных абрикосов ой уже в данном случае яблоки что вырастет то вырастет но дичком не будет заготовка семян это моя невестка вот так делаются семена заготавливать вот так они валяются перегнивают на месте остаемся без не то что без урожая их сильно много у меня а потом уже берется из них семена вот долго долго видите написано академик что здесь написано академик ага тоже академик вот значит самое интересное академик настоящий академик просто академик думаете это не настоящий это не видите слово улучшенный ну это ладно и так полное перегнивание потеря всей мякоти сто процентов но зато качество плодов у перезревших плодов упавших самим вот видите вот тогда это однозначно высшее качество так назовем ну потом что с ними а я покажу ниже так вот так падают яблоки вот они вот так падают груши вот а это уже все я уже сдох набрал общей сложности было продано и с нее с одного только дерева и собраны ведер 10 и еще вот столько еще висит вот обратите внимание нарядный фильм это сорт осенний вот он 22 сентября вот значит на подвой Сергей заготавливает сам себе я для вас заготавливаю он себе это красно-синяя не самая сладкая китайская груша ой слива она таким называется у меня красно-синяя вот и зато уже знаю это лучший подвой а есть еще китайские красно-желтые лучшие для еды вот потом вот такая работа все это потом помыли кстати это мой балкон вот это все что вы видите гниет и будет гнить для и перегнивать вот выбор семян смотрите нам осталось одна минута будем ли мы эту большую тему больше вот эту большую тему начинать наверное в следующий раз так что вам пожелать так как многие из вас могут увидеть первую и последнюю серию так а вдруг больше не увидите каталог семечек и косточек двадцать первый год прошла последняя минута а потом потому что он просто сам отключится а все я знаю что очень многие не любят не любят смотреть долго долго устают сейчас так в основном я тоже устаю поэтому ограничиваюсь отключиться будем называть первой серией вот записки стоимость брошюру такую продаю всего сто рублей а четыре брошюры купили за четыре брошюры двести рублей каждая получается дешевле бутылки пива а можно снабдить себя и всех друзей вот оботочная лента для любителей приват лучше не бывает вот весь восхищенных этих нахожусь видели да это потом подробно учебные диски двадцать штук уникальные семинар красноярский семинар в москве три дня бесконечного этого съемок вот и про черенки животворящие и как стратегизировать приемы работы в саду все тут и наконец внимание то что я вам буду продавать вот можете останавливать в любом месте потом еще раз открыть познакомиться лучше дополнительно созрели вот это что вы видите что - - их опять я это не Продолжение следует...